ПЕСНЯ Приветствую вас, Господи! Очень приятно слушать Божье Слово и быть в общении с вами. Кажется, все, что уже услышано, может быть достаточным, правда? Остается как-то его осмыслить, применить к жизни. Но если есть еще в вашем сердце место для Слова Божия, то я хотел бы предложить вам Слово Божие, записанное во 2-м послании Коринфянам, 13-й глава, 5-й стих. Здесь апостол Павел, обращаясь к верующим людям, делает призыв. «Испытывайте самих себя». Вверя ли вы, самих себя исследуйте? Мы так устроены, что нам легче видеть других. Мы легко способны анализировать, как-то быстро входим в общение, обсуждаем то или иное событие, все, что касается других. Но здесь апостол Павел призывает нас, как христиан, посмотреть на себя. Мы живем в цивилизованном мире, и я думаю, что у каждого из нас есть дома-зеркало. И каждый из нас заглядывает туда, правда? Особенно женщины, а тем более молодые, обращают внимание на себя, потому что это необходимо. Нечто подобное предлагает нам и апостол Павел, только касаясь внутреннего, касаясь нашей веры. Это то, что нельзя увидеть обычным человеческим взором. Но, тем не менее, это очень важно. И только поэтому Дух Святой устами апостола Павла призывает церковь и сегодня каждого из нас посмотреть в зеркало Божье для того, чтобы проанализировать состояние нашей веры. Это очень важно. Как-то, читая Библию, мы встречаем в Евангелии от Луки повествование. Это восьмая глава. И там Евангелист свидетельствует о том, как наш Господь с учениками плыл по озеру. Случилась буря, и в это время открылось то, что нельзя было увидеть заранее. Ученики разволновались, они разбудили Господа, и после того, когда Он утешил, успокоил бурю, Он спросил их, «Где вера ваша?» Этот простой библейский сюжет предлагает нам поучительный вывод. Можно быть в одной лодке с нашим Господом и не иметь чего? Веры, правда, да? Можно быть в одной лодке, можно быть в одной церкви, можно быть рядом с лучшими людьми, можно стоять рядом с Давидом, о котором мы сегодня так внимательно могли слушать, но, тем не менее, можно иметь отличия. Как-то у засохшей смоковницы Христос, особо подчеркивая, сказал ученикам, «Имейте веру Божию!» На прошлой неделе я имел общение с одним деканом наших городских университетов, как-то мы разговорились открыто друг с другом, «Я рассказал, кто я», он открылся, рассказал о себе, и он сказал, что он давно верующий человек, с детства крещенный, православный. Потом далее в разговоре он открылся, «Вы знаете, если честно, и до конца признаться, я атеист, я в Бога не верю». Наш разговор начался с того, что он сказал, что я тоже верующий, ну, просто посещаю православную церковь. Я думаю, что, если быть честным, каждому из нас перед Богом, то можно открыть внутри себя нечто неожиданное не только тем, кто посвящает не нашу церковь. Я думаю, что каждый из нас, если прислушавшись апостола Павла, начнет испытывать и исследовать свое сердце, мы получим неожиданные откровения. Но то, что очень важно для нас, если мы любим по-настоящему Господа, если мы идем навстречу Богу, то нужно помнить, что без веры угодить Богу невозможно. Наши отношения с Богом без веры просто невозможны, и именно поэтому апостол Павел и призывал своих современников вникать в свое сердце, испытывать себя, проверять свою жизнь. Если это так, мы в жизни знаем, что все познается в сравнении, правда? Ища ответ на вопрос, что есть вера Божия, я хотел вас пригласить на аллею славы Божией. Вы знаете, есть у нас очень много таких замечательных мест в разных городах, где отмечены и написаны фамилии, имена героев, посвятивших свою жизнь или отдавших свою жизнь за то или другое дело. В Библии есть такая аллея. Это 11 глава послания к евреям. Там представлены люди славы Божьей. Их имена, их фамилии, их жизнь, краткая биографическая судьба позволяет нам, идя путем сравнения, сравнивая свою веру и их, открыть нечто для себя важное и поучительное. Поэтому, пожалуйста, откройте вместе со мной послание к евреям и, повинуясь призванию апостола Павла, испытывая, исследуя себя, исследуя состояние моей и вашей веры, давайте пойдем путем сравнения. Читая 11 главу, мы встречаем там в первом стихе заявление, которое можно представить как декларацию веры. «Вера же есть осуществление ожидаемого». Это ответ на вопрос, что есть вера Божия. Я хотел бы обратить внимание немножко на эти четыре слова. «Вера есть ничто иное, как осуществление». Это определенный процесс, это действие, это не просто внутреннее мировоззрение, это движение навстречу к Богу. Вера есть осуществление. Если твоя вера ни к чему не стремится, если ты, имея какие-то духовные цели, не стремишься к их осуществлению, осуществлению, твоя вера мертвая. Библия говорит, что вера без дел мертва. Вера есть осуществление. Вера Божия — это движение навстречу Бога, это осуществление того, во что ты веришь. Это осуществление того, что ты исповедуешь, чего ты ждешь. Вот что есть вера Божия. Далее, идя по этой аллее, мы встречаем первого, которое нам представляет Господь, это Авель, один из первых людей земли, который представлен Богом как достойный пример для подражания. И Библия говорит о нем очень кратко. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Итак, кратко вот анализируя эту биографию, можно сделать простой вывод. Вера Авеля — это была жертва, это было действие, это было осуществление, это было движение навстречу Бога, и оно состояло в жертве лучшей. Вера Божия — это жертва лучшая. Если мы хотим стоять рядом с Авелем, друзья, то наша жертва, наше движение к Богу, наше отношение к Богу должно выражаться во всем лучшем. Другими словами, все мое лучшее принадлежит кому? Богу. Это вера Божия. Если в нас этого нет, стоит для себя это заметить. Далее, идя по этой Иллеи, мы встречаем Еноха. Библия говорит о нем уже в пятом стихе. Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти. Как бы каждому из нас хотелось бы подобно Илью быть восхищенным, не правда ли? Как бы нам не хотелось бы уходить из этой жизни через этот порог, через эту дверь смерти? Был такой человек, имя ему Енох. Это был тоже человек веры. Библия говорит о нем немногословно. Когда мы читаем книгу Бытие, в пятой главе о нем сказано, что Енох ходил пред Богом и не стало Его. Хотелось бы знать больше, но этого уже достаточно, чтобы понять суть природу Божьей веры, которую как-то выделил наш Господь у засохших смоковниц. Это было очень важно, чтобы жизнь каждого из нас в итоге не оказалась подобно засохших смоковнице. Это очень важно заметить каждому. Вера Божия, друзья, это ходить пред Богом, это не пред людьми, это не так, как ходил Саул, как мы об этом уже слышали, чтобы видели люди, заботясь о внешнем, это ходить пред Богом. Вот что есть вера Божия. Вот почему апостол Павел беспокоясь призывал своих современников исследуйте себя, проверяйте свою жизнь, чтобы вера ваша не оказалась просто набором каких-то убеждений, каких-то традиций, каких-то идей, а на самом деле бесплодная смоковница. Вот почему так важно нам заглядывать в Библию как в зеркало и анализировать конечно же свое сердце. Далее идя по этой аллее, мы не можем пройти мимо Ноя. Это известный человек, о нем много рассказывать не стоит. И здесь апостол Павел обходится краткими словами, напоминая о Ное, ставя его пример, говорит о том, что верую ничем другим, именно верую, так как и нас призывает Господь сегодня, надобно Библия говорить, чтобы приходящий к Богу что? Веровал. Если ты веруешь, ты уже имеешь очень много от Бога, за что достоин славы наш Господь. Но тем не менее, но не просто верил, он однажды получил от Бога откровение, это откровение было очень необычное, оно состояло в том, что Бог положил в своем плане уничтожить, наказать, осудить этот мир через потоп. Роль Ноя могла бы состоять в том, чтобы с благоговением ожидать, может быть, выбрав лучшее место, может быть, выбрав лучшую или самую возвышенную, или высокую гору, или еще что-нибудь, где бы он мог достойно ожидать того момента, когда придет небесная колесница или еще что-нибудь другое и возьмет его с этой земли, но нет, Бог поручил Ною определенную миссию. Он дал ему свой проект, и Ной был первым судостроителем, как мы знаем. архитектором первого корабля был наш Господь. Ной по чертежам Божьим должен был строить ковчег. Вера Ноя состояла в осуществлении ожидаемого. В данном случае ему нужно было строить ковчег. Друзья, а кто спонсировал? Кто помогал строить ковчег? Понятно, Бог, но тем не менее, во всем на первом месте, я думаю, стоял все тот же человек по имени Ноя. Вера Ноя это был труд для Господа. Итак, вера Авеля это жертва лучшая. Вера Еноха это хождение пред Богом. Вера Ноя это труд для Господа. Это тяжелый может быть труд, но это был труд для Господа. Мы часто готовы что-то делать, но нас интересует, кто будет оплачивать, нас интересует, кто будет нам помогать. Но у Ноя было все по-другому. Но не спрашивал, кто будет оплачивать, но и просто брал и выполнял. Он взял в руки Божьи чертежи и поскольку вера Ноя это была вера осуществляющая ожидание, он энергично и жертвенно взялся за осуществление этого божественного проекта. Друзья, в чем состоит моя и ваша вера? Из чего она сложена сегодня? Если читать дальше, нельзя пройти мимо Авраама. Библия говорит о том, что это был тоже необычный человек, и он стоит четвертым в этом ряду. Веру Авраам повиновался призванию. Это тот человек, на которого мы можем равняться. Это тот человек, с которым мы можем сравнивать свои духовные ценности, свои приоритеты, свои отношения с Богом. Он поставлен нам пример. Библия называет его отцом всех верующих. Вы знаете, в чем состояла вера Авраама? Она состояла в послушании Богу. Верую Авраам повиновался призванию. Все было так просто. В этом мире многое может измениться. Христос сказал, если вера ваша будет как горчичное зерно, что может произойти? Горы двинутся, холмы поколеблются, если моя и ваша вера будет состоять в лучшей жертве, если моя и ваша вера будет состоять в хождении пред Богом, а не пред людьми, если моя и ваша вера будет состоять искренним, понятным и простым, но жертвенном труде для Бога. Проблема современных церквей состоит в том, что мы очень часто напоминаем из себя арену футбольного поля, когда всего лишь несколько человек энергично до седьмого пота трудятся, а остальные, как зрители, внимательно наблюдают, кому-то рукоплещут, о ком-то сожалеют, за кого-то очень сильно болеют, о чем-то ревнуют, негодуют и возмущаются, но не более того. Вера Божия это нечто другое. Каково твое место в церкви, если ты человек веры? В чем состоит твой труд? Из чего состоит твоя вера? Жертва это измерение твоей веры. Что у тебя на жертвене, когда ты стоишь перед Богом и перед жертвенницей? Что у тебя? Как-то я недавно слышал, кто-то довольно тонко подметил, я слышал одну такую юмористическую историю, как бы встретились две копюры, 100-гривенная и 2-гривенная копюра. Они встретились между собой и общаясь спрашивают, как дела, как живешь, где ты бываешь, как твоя жизнь? 100-гривенная горделиво говорит о том, что я в ресторанах, я в хороших кожаных кошельках, я живу в казино, в роскошных домах и дачах. После всего этого скромно 2-гривенная поделилась своим образом жизни. Она сказала очень кратно, а я все в церкви, да в церкви. Из чего состоит наша вера? Вера Божия, друзья, я еще раз повторяю, этому учит нас Авель, это жертва лучшая, я хотел бы, чтобы вы это запомнили, вера Божия, это жертва лучшая, все мое лучшее принадлежит Богу, и если это так, то можно с дерзновением ожидать встречи с нашим Господом. Знаем ли мы свое призвание? Авраам повиновался призванию, но знаем ли мы свое призвание? Для того, чтобы повиноваться, надо его знать. Этому стоит учиться, Библия говорит, познавайте, что есть воля Божия. Вера, это движение в контакте с Богом, это жизнь в постоянном взаимодействии, в диалоге с нашим Богом, понарастающей, повозрастающей. Когда я читаю Новый Завет, меня очень удивляют отдельные люди, знаете, мы читаем Евангелие от Луки, там встречаем повествование, удивительное повествование об одном человеке из Капернаума. Это был тот момент, когда Христос уже шел в Иерусалим, готовясь к своим страданиям, и там сказано о том, что он повелел своим ученикам пойти впереди в ближайшее селение, и там он сказал, что вы увидите привязанного осленка. Помните эту историю, да? И он говорит, отвяжите его, и что дальше? И приведите ко мне. Вы можете себе представить, если бы посланник Божий пришел бы сегодня к вашему осленку и стал бы его отвязывать. Ну, может быть, сегодня он пришел бы с ключами от вашего автомобиля или еще чего-нибудь. Какие чувства возникли бы у вас? Естественно, наверное, подошли бы и вдруг вам рапортуют, он надобен Господу. мы знаем, что этот удивительный человек, о нем ничего не сказано, ни имени, ни фамилии, ничего нет. Но, похоже, это был человек веры Божией. Похоже, он любил Бога. Похоже, он заранее его туда привязал и был готов его отдать Богу. Потому что, я думаю, в жизни этого человека изначально все принадлежало кому? Богу. Вы помните первых христиан? Там никто ничего не называл чем? Своим. Это вера Божия. Понимаете, в чем ее отличие? Это то, к чему мы должны стремиться. И если действительно все мое принадлежит Господу, то в чем проблема, если кто-то отвяжет моего осленка? Вот такие были люди, на которых Библия приглашает нас равняться. Можно было бы встретить и другие библейские сюжеты. Например, лепта вдовы, известная у сокровищницы, она была очень бедная женщина, но вместе тем, это повествует нам евангелист Марк, эта бедная вдова, как написано, положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все, обратите внимание, пропитание свое. Кто-то это требовал от нее? Нет, конечно. Это были ее отношения с Богом, понимаете? Это был зов сердца, это был ее ответ Богу. У нее не было ничего другого, но она любила Бога. Стоя у жертвенницы или проходя мимо, она не могла пройти просто так. Это была вера Божия. Все, что имела, она положила Господу. Точно так, как позже первые христиане, они не смели называть своим. Почему? Потому что оно было положено кому? Оно уже было посвящено Господу. Это были люди Божьи, та же женщина, которая помазала Господа, разбив лавастровый сосуд мира и многое другое. Это то, что может для нас быть примером. Итак, возвращая вас к предложению апостола Павла, испытывайте самих себя в вере ли вы? Самих себя исследуйте. Я хотел бы предложить вам, когда закончится собрание, чтобы вы дома еще раз вернулись на эту аллею Божьей славы. Не торопясь, читая 11 главу послания к евреям, могли остановиться возле каждого из этих героев. Присмотритесь к ним получше и сравните. Все познается в сравнении. Как-то однажды в послании к Сардийской церкви в 3 главе книги Откровения наш Господь обращаясь сказал следующее «Ты носишь имя будь то жив, но ты мертв». Да сохранит нас от этого Господь. Аминь. Аминь.